ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем здарова, дорогие товарищи! С вами Дизайт Геймплей. У нас сегодня 24-й по счёту подкаст и самый первый в этом году. В этом 2017 году. И у нас есть одна большая тема. Эта тема касается моего праздника, дня рождения, который состоится 5 июля в этом году. У нас будет, как бы, несколько немножечко таких вот идей. И подарков, и всего прочего. В общем, слушайте и смотрите Дизайт Геймплея. Итак, подкаст номер 24. Поехали! А начинаем мы наш 24-й подкаст с небольшого такого новостного блока, которым я описываю моменты, которые были на прошлой неделе. На прошлой неделе был Гран-при Испании, выиграл Хэмилтон, следом Феттели, следом Рикьярда. Все остальные проиграли круг, а то и два. Те, кто боролись за позицию, те, кто бились в очковой десятке. Теперь по поводу ситуации с Ботасом Рикьярда и... Ну, точнее, не Рикьярда, а Ферстаппиным и Райканеном. Ботас был внутри. Я сейчас говорю программу при Испании. Ботас был внутри в первом повороте. Райканен и Ферстаппин бились друг с другом, и в итоге получили себе повреждение подвески. И в итоге оба сошли. А Ботас и вовсе сошел из-за отказа мотора Мерседес. В общем, Хэмилтон тащил, и Рикьярда тащил, и Феттель тащил. В общем, все трое тащили до последнего. Теперь мы поговорим о празднике, о моем празднике, о дне рождения. 21-м дне рождения, который состоится 5 июля. Так вот, я надеюсь заснять... Я надеюсь, что могу заснять видео, которое называется Самый толк, точнее, самый смак дизетовского дня рождения. По-другому это называется Самый толк дизетовского дня рождения, Потому что там будут в основном анбоксинги, подарков и прочего всего. И, соответственно, мое мнение о празднике 5 июля. В общем, то, что вы увидите 5 июля, или, может быть, под конец 5 июля, вы увидите это на канале Дизет Геймплей где-то 5-6 июля, в среду и в четверг. Узнайте анонсы, они будут выкладываться в нашу группу ВК. И те, кто хотят посмотреть видео Самый толк дизетовского дня рождения. Я вас уверяю, такое может быть только один раз в жизни. Вообще, я планировал купить Xbox One CSK Edition, и сейчас его планирую покупать, но это уже перед праздником. Перед праздником. Короче, вместе с этим покупать 4 игры FIFA, которые стоят сначала меньше, потом побольше по розничной цене. И, соответственно, те, кто хотят увидеть распаковки Xbox One CSK Edition, которую вот сейчас вы видите на своем экране, советую вам острого не судить и воспринимать это как лучший подарок для игрока в FIFA футбол со стажем. В 10 лет, уже 10 лет, кстати, будет первой игре в FIFA, FIFA 2006 на PlayStation Portable. В общем, те, кто хотят посмотреть Самый смак, Самый толк дизетовского дня рождения, в общем, увидите это 5-6 июля, в ночь с 5 на 6. Я буду как раз там монтажировать и все. В общем, увидите сами. Ну и от слов про праздник 5 июля перейдем к главному. Перейдем к главному. Это чемпионство Спартака. Я, конечно, болезнью ССК, но я поздравляю Спартак с 22 чемпионством, если брать результаты России и Советского Союза, вообще всего русского футбола. Но я еще хочу сказать, что Челси досрочно может стать чемпионом в том случае, если один из соперников проиграется. Потому что на втором месте идет Тоттенхем Ходспур. Ну, вы знаете такую команду, где играют Гарри Кейн, Криштиан Эриксон, Деля Ли, Хигулю Рис и так далее. В общем, Челси я желаю только победы и, соответственно, выйти на славу с знаменитым тренером Антонио Конте, который продвигал Ювентус на чемпионство и продвинет Челси на очередное чемпионство в своем статусе чемпионского главного тренера, я могу сказать. И пока это все говорю, я увидел по уведомлению то, что ЦСКА забивает второй гол, Рубину 2-0. Но все это вы узнаете в результатах матчей РФПЛ, хотя РФПЛ любить это себя не уважать. Вообще Европа вся играет прекрасно, надо смотреть какие-то хорошие матчи. И, конечно, Европа вся играет прекрасно. Я люблю футбол, если честно, за игроков, за драму, за красивую игру, за голы и так далее. Теперь о том, как будет выстраиваться моя рубрика «Самый смак дизаторского дня рождения». Первая часть, она немножко такая смешная. Вторая часть, она чуть подлиннее, и она будет посерьезнее, чем вы думаете. Потому что там будут и анбоксинги подарков, и мнения, и там будет тесты, и прочее все. В общем, следите за анонсами, за всеми новостями. А вам я желаю приятного проведения этой недели. Кстати, завтра вы увидите убойный уикенд со мной на Twitch-канале для SuperDZ, то есть на моем канале, естественно. И мы поиграем в Tom Clancy's Rainbow Six Siege. А в пятницу мы сыграем в WWE TK17. А с вами был сегодня DZ Gameplay. Спасибо всем, что посмотрели сегодняшний подкаст. И желаю всем удачи. Пока!